Продолжаем наши уроки по живописи Усин. Сегодня мы с вами нарисуем чудесный цветок ириса. Для этого нам понадобится китайская кисть среднего размера, также стаканчик с водичкой и краски. Мы можем воспользоваться обычными куашевыми красками. Вы можете подобрать цвета такие, какие вы сами сочтете нужным. Может быть это будут ультрамарин, может быть это будет фиолетовый, может быть это будет цвет охры. На самом деле ириса бывает совершенно различных оттенков по цвету. Мазок, который нам с вами здесь понадобится, это мазок воды. Ну вот, я окуну свою кисть в краску ультрамарина и может быть на кончик возьму немножечко дополнительно фиолетового мантинка. Мазок воды связан с перекатыванием кисти между пальчиками. Мы можем держать кисть абсолютно так же, как мы держим ее для произведения других мазков. То есть большой и указательный и средний палец у нас с вами выполняет основную работу, а мизинчик и безымянный палец они как бы придерживают и фиксируют кисть. Цветок кисти состоит из шести лепестков. Три лепесточка у него смотрят вниз. Вот мы сейчас нарисовали первый лепесточек, смотря еще вниз. Видите, я каждый раз кисть не просто веду, а перекатываю ее между пальчиками. Вот три лепесточка, которые смотрят вниз у нас. И три лепесточка, которые у нас прямо смотрят наверх. Видите, я каждый раз все равно делаю это движение при помощи перекатывания кисти между пальчиками. Обратите внимание, что стараюсь каждый лепесточек делать тоже очень своеобразным, индивидуальным. И, конечно, самое главное, мы с вами избегать похожести и симметрии в рисовании наших лепестков. Ну, может еще, например, один цветочек по этому же принципу вырисовать. Если я возьму более яркий оттенок, этот новый наш персонаж будет сразу оказываться на более ближнем плане от нас. Обратите внимание, что средние лепестки и нижние и верхние части я составляю из двух мазков. Остальные же лепесточки я рисую таким образом, чтобы каждый из них состоял всего из одного лепестка, из одного мазка. Вот еще один у нас будет цветок. Не забывайте каждый раз кисть перекатывать. И заканчивать ее более таким тоненьким. Немаленьким мазочком. Обратите внимание, что все лепестки я рисую, ну, как бы нижней части я рисую от центра к периферии. Вот первый у нас лепесточек мы рисуем от центра к периферии, его развиваем. Правый тоже и левый. Верхний лепесточек я тоже рисую от середины двумя мазками. А боковые лепестки верхние я завожу наоборот. От периферии к центру самого цветка. Теперь мы можем с вами нарисовать нашему ирису бутончики. Пока я работаю двумя красками. Это ультрамарин и фиолетовая. Лепесточки у ириса мы можем с вами нарисовать при помощи движения почвы. Дополнительно оснаблив это движение перекатывание в стиле мазка воды. В принципе на одном рисунке вы можете совместить ирисы различных цветов и оттенков. Мы можем с вами нарисовать дополнительно в нашу композицию и включить также цветок желтого ириса. Для этого я воспользуюсь краской охры. Техника та же. Дополнительно тоже бутончик. И теперь к каждому цветку и к каждому бутончику мы с вами подведем стебелечек. Стебелек мы с вами будем рисовать при помощи движения дерева, оканчивающейся такой вот точечкой, который будет соединять наш стебелечек непосредственно с самим бутоном. И лепесточки у ириса, они такие достаточно остроконечные, но при этом у них есть элемент округлости и четкости. Поэтому здесь мы воспользуемся впоследствием движением металла. Стараемся лепесточки направлять в разные стороны, чтобы они все были наполнены какой-то своей индивидуальной энергией, в мере своего направления. Это даже лепесточек может повести по направлению вниз. Такая у нас сегодня получилась композиция из серии феррисов. Телеки Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok